Благослови Душевое Господа Только Господь Иисус Христос, восприняв на себя наши страдания, ответственность за наши грехи, Он избавляет своих последователей, те, кто с Ним соединены, от этой неизбежности ада. Поэтому без Христа от ада спастись невозможно. Конечно, этот нравственный закон бытия теоретически, да, можно преодолеть, если человек совершит в жизни добрых дел и значительно больше, чем злых, да, покроет греховность, свою греховность той добродетель, которую имеет. Но практика показывает, что никто людей на это не способен. Никто из великих праведников этого не достиг. Поэтому, допустим, у пророка Давида мы встречаем такие удивительные слова, хотя, конечно, он тоже был одним из величайших праведников Ветхого Завета. Он говорит, «Ты не оставишь души моей в аде, обращая к Богу, и не дашь праведнику твоему увидеть тление». Святой патриарх Иоаков, услышав о своем сыне, погибели своего сына Иосифа, сказал, «Плачая, сетуя, сойду к сыну моему в ад». То есть и я туда сойду, и сын мой там уже находится. То есть праведники Ветхого Завета это уже понимали. Повторяю, что только Христос, взяв на себя ответственность за наши грехи, страдания за наши грехи, пострадав за нас, избавляет своих последователей, даже не просто последователей, а те, кто с ними реально соединены от этого неизбежного ада. Итак, познакомившись с этими идеями, аскетическими идеями, перейдем теперь к более конкретному рассмотрению естественных оснований для проявления греховных страстей. Здесь у святых отцов, православных святых отцов, есть уже давно, еще в III-IV веке разработанная аскетическая схема, которую наверняка многие из вас хорошо знают. Это схема описания восьми греховных страстей. Считается, что ее впервые разработал Ева Гриппантийский, но одновременно в это время используют ее и преподобный Ефрем Сирин, некоторые авторы чуть позже жившие, преподобный Иоанн Лесвичник, Иоанн Кассиан Римлянин. Поэтому она широко распространяется в монашеской среде, и, может быть, установить ее авторство сложно. То есть все греховные начала, греховные движения людей сводятся к восьми страстям – чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печали, уныние, тщеславие и гордость. Иногда тщеславие и гордость объединяются в одну страсть, и тогда эта схема превращается в семичастную. На Западе попытались использовать эту схему, но в несколько видоизмененном порядке. Святой Григорий Великий в 590 году позаимствовал это у восточных монахов и сделал такую перестановку. Он объединил уныние и печаль в одну страсть, и объединил тщеславие и гордость, и ввел страсть зависти. Таким образом получилась западная семичастная схема, которая иногда называется учением о семи смертных грехах. В принципе, эта схема тоже продуктивная, интересная, но название крайне неудачное. Учение о семи смертных грехах, потому что, когда человек это слышит, у него сразу возникает недоумение. Да, если я согрешил гордостью, я что, уже все, погиб навечно? Если я согрешил ленью, я что, погиб навечно? Если я кому-то позавидовал, да, я погиб навсегда? Понятно, что это неверно. Но здесь кроется проблема именно в неудачном названии, но не в сути того учения, которое пытался предложить Григорий Великий. И, по сути, он пытался трансформировать православное аскетическое наследие, ну, вот, изменив, слегка изменив эту схему. Мы, конечно, на наших занятиях будем использовать традиционную православную восьмичастную схему. Она является наиболее удобной, хотя далеко не единственной. Так вот, все святые отцы, когда начинали рассуждать на эту тему, они говорили, что, конечно, у каждой греховной страсти есть естественное основание. И всегда, когда мы приступаем к борьбе с той и ноль страсти, нужно четко различать, где естество заканчивается и начинается грех, чтобы в своей борьбе мы не повредили свое собственное естество. Это очень важная и тонкая грань. Вот как на эту тему рассуждает Авва Дорофей. «По естеству Бог дал нам добродетели. Страсти же не принадлежат нам по естеству, ибо они даже не имеют никакой сущности или состава. Но как тьма по существу своему не имеет состава, а есть состояние воздуха, как говорит святой Василий, бывающие от оскудения света, так и страсти неестественны нам, но душа по сластолюбию, уклонившись от добродетелей, водворяет в себе страсти и укрепляет их против себя». То есть добродетели для нас естественны, а страсти противоестественны. И поэтому от них можно и нужно избавляться. Об этом же пишет и преподобный Исаак Сирин. «Душа по природе бесстрастна. В страсти суть нечто предаточное, и в них невиновна сама душа. Если добродетель есть естественным образом здравия души, то недугом души будут уже страсти, нечто случайное, превшедшее в естество души и выводящее ее из собственного здравия. А из всего явствует, что здравие предшествует недугу. Посему никто не хулит Бога, будто бы он в естество наше вложил страсти и грех». Давайте рассмотрим конкретно естественные основания всех восьми страстей, а потом уже на конкретных лекциях вам священнослужители, батюшки, монахи будут объяснять, как работать с той или иной страстью, как преодолевать искушения и насаждать добродетеля. Кратко. Чревоугодие. Чревоугодие, здесь самый, может быть, простой пример, да, это извращение естественной способности человека, естественной потребности человека в питании. Здесь разные бывают удовольствия. Если вы откроете преподобного Иоанна Дамаскина, он говорит, можно получить удовольствие от наслаждения в гортане, можно получить удовольствие от переполненного желудка, в общем, там еще разные варианты встречаются. Но так или иначе, смысл один. Мы едим не для того, чтобы восполнить потребности своего организма, а для того, чтобы получить наслаждение. Как только подобная жизненная позиция является доминирующей, главной для нас при потреблении пищи, то уже в той или иной степени мы развиваем чревоугодие. Следующая страсть – блуд. Здесь также все достаточно очевидно. Используется естественная, богоугодная способность человека к деторождению. Еще до грехопадения людей Бог сказал им – плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю. Поэтому в деторождении самом по себе нет ничего греховного. Однако, если главной целью отношений мужчины и женщины, или еще каких-либо связанных с этой сферой, является получение наслаждения, но при этом игнорирование деторождения, то, конечно, человек уже впадает в страсть блуда в той или иной форме. То есть естественная способность используется не в соответствии с замыслом Божьим. Далее, более сложная страсть – серебролюбие. Любостяжание, иногда так, святые отцы более широко формулируют ее. Здесь уже человек извращает свою потребность в внешних условиях существования. Сегодня мы уже говорили об этом, что все мы не самодостаточны, нам необходимо пища, нам необходимо жилище, одежда, орудия труда, ну и многие другие внешние средства, условия, пособия. Если человек их добывает и использует в необходимой мере в соответствии с замыслом Божьим, то никакого греха в этом нет. Но как только целью человека является приобретение средств существования само по себе, как только человек получает удовольствие от обилия вещей, денег, внешних условий, комфорта, он сразу уже вскармливает, взращивает страсть в серебролюбие или любостяжание, которое здесь имеется в виду. Мне здесь поминается разговор с одним человеком состоятельным, и я ему задал напрямую вопрос, зачем тебе так много денег? Тебе же достаточно сотой части от того, что зарабатываешь. А он говорит, а для меня это как спорт. Мне просто интересно, что я завтра заработаю больше, чем сегодня. И как бы я себя в этом плане чувствую совершенствующимся человеком. Вот понимаете, он уже, конечно же, для него деньги не являются средством обеспечения его потребностей, а это совершенно откровенная страсть в серебролюбии, да, которая придумала для себя еще вот такое оправдание, да. Я как бы совершенствуюсь. Ну в чем ты совершенствуешься? Ты совершенствующий в этой страсти. Даже придумана такая вот идеология. Поскольку через серебролюбие можно удовлетворять все страсти, то у апостола Павла есть замечательная фраза, он говорит, корень всех зол – серебролюбие. И поэтому к деньгам стремятся и черевеугодники, и блудники, и тщеславные, и гордые, потому что через вещи, через деньги можно удовлетворять любую страсть, которая также живет в душе человека. Далее – гнев. На первый взгляд, кажется, это такое страшное свойство человека, от которого надо категорически избавляться. Однако, открыв аскетические творения отцов, вы с удивлением обнаружите, что они, в общем-то, рассматривают гнев как естественное свойство человека, но оно должно быть направлено не против людей, не против вещей, не против животных или окружающего мира, а против греха, дьявола и всего, что препятствует человеку соединиться с Богом. То есть, эта естественная, раздражительная сила души должна проявлять себя, как только кто-то нас отчуждает от Бога, мешает нам соединиться с Богом. По идее, должна была Ева прогневаться на змея, когда в раю он предлагал ей нарушить заповедь и вкусить от древа познания добра и зла. По идее, Адам должен был прогневаться на Еву, когда она предлагала ему запретный плод и тем самым нарушить заповедь. Но тогда они этого гнева не проявили. Проявил гнев, праведный гнев Господь наш Иисус Христос, когда изгнал торгующих из храма. Вы помните, он сделал бич, прокинул столы миновщиков и так далее. Поэтому, если говорить о естественном состоянии человека, то святые отцы не призывают к уничтожению гневной способности как таковой. Потому что, когда человек совершенно в этом плане себя нейтрализует, то он не способен любить. Как бы нет силы любить. Страсть гнева, не страсть гнева, а способность к гневу должна прийти в естественное состояние. Но поскольку для нас вот эта грань между естественным, праведным гневом очень трудно уловить, то для новоначальных, то есть для всех нас, большинство отцов советуют без гневи, стремиться к без гневи. Овладей пока гнев на том уровне, на котором он есть. Потом ты научишься им управлять. То есть в каком-то смысле этого буйного коня нужно обуздать, оседлать, а потом уже на нем разъезжать туда, куда необходимо его использовать. Далее страсть печали. Печаль. Опять-таки на первый взгляд может показаться, что здесь ничего не может быть естественным. Ведь Бог создал человека для радости. Да, это верно. Бог создал человека для радости. Однако печаль также является естественным свойством человека, как болевые рефлексы у нашего тела. Как только нарушается целостность, естественность его существования, боль нам об этом сигнализирует. Вот также и печаль – это душевная боль, которая обязательно должна функционировать, действовать в нашем естестве, в нашей природе, чтобы мы могли переживать, осознавать утрату самого ценного и самого важного. По идее, она должна проявляться естественным образом, когда мы теряем вечную жизнь, когда теряем Бога, когда согрешаем. Вот в этом случае естественно печалится, и эта печаль, как апостол Павел говорит, по Богу, да, она спасительна, спасение соделывает. А печаль мирская, говорит апостол Павел, порождает смерть. А что такое печаль мирская? Это когда мы переживаем об утрате земных наслаждений. Там, повредился автомобиль, там, дочь, сын не поступила в институт, да, кто-то там понизил нам зарплату, что-то еще, любимая футбольная команда не выиграла очередной матч и так далее. Люди печалятся, переживают, применяя это свойство уже не в соответствии с замыслом Божьим, а значит, развивая греховную страсть. Далее уныние, шестая страсть по святоотеческой типологии, вот, более сложная. Это даже не страсть как таковая, а результат развития страсти печали. Если человек не борется с печалью, то он переходит в такое перманентное состояние полной подавленности. Ничто земное его уже не удовлетворяет, не приносит радости. Наступает апатия. А к духовному он не способен. Это очень тяжелое состояние, из которого выходить бывает невероятно сложно, особенно неверующему человеку. Вот как его описывает преподобный Иоанн Лествичник. Уныние есть расслабление души, изнеможение ума, пренебрежение иноческого подвига, ненависть к обетам, ублажатель мирских, оболгатель Бога, будто бы он не милосерд и не человеколюбив. В салмопении оно слабо, в молитве немощно, в телесном служении крепко, как железо, в рукоделии безленностно, в послушании лицемерно. Следующая страсть, тщеславие, стремление к славе человеческой. Есть ли у нее естественное основание в душе человека? Да, есть, отвечают отцы. И даже более того, здесь можно вспомнить и слова Господа Иисуса Христа из Евангелия, когда он говорит, обличая иудеев, что вы ищете славы друг от друга, а славы от которого, от единого Бога не ищете. То есть, по идее, каждый человек предназначен жить в славе Божией и приобретать славу Божию. Вот стремиться, наслаждаться славой Божией должны все люди. Однако, в силу разрыва с Богом мы ощущаем эту потребность, а реализовать ее не можем. И тут же дьявол предлагает, ну, что там, слава Божия, когда она там тебя посетит? Да, вот тебе слава людей, пусть тебя все хвалят, пусть тебя все любят, пусть тебя все превозносят. И таким образом происходит подмена, и человек уже стремится не к славе Божией, а к славе человеческой, становится зависимым, страстным существом и, соответственно, страдающим. Потому что, как только он недополучает эту порцию славы, страдания его нет предела. Следующая страсть, гордость, она уже почти не видна на нашем экране, вот, если у нее основание, гордость часто называется корнем всех страстей, да, главной страстью, из которой происходят все остальные, в чем здесь механика ее возникновения. Оказывается, она тоже имеет естественное основание, самое, может быть, глубокое и сильное из всех страстей. Этим основанием является стремение человека к любви, любовь. Только любовь, направленная к ложным целям. Человек, как богообразное существо, был призван любить Бога, любить ближних, любить окружающий мир. Но если он не видит Бога, если он пренебрегает ближними, он может использовать это свойство, замкнув на самого себя, влюбившись в самого себя. И как только человек влюбляется в самого себя, весь мир вокруг него меняется. Вот как он меняется, это можно проследить и проиллюстрировать на таком, может быть, тоже хорошо известном примере. Там, юноша и девушка полюбили друг друга. И родители, не ослепленные этой страстью, они, конечно, понимают, да, что они не пара по каким-то понятиям, да, и пытаются деликатно объяснить, вот, что вот, ты знаешь, вот у вас могут быть проблемы потом, последствия, потому что, потому что, а юноша и девушка не слышат своих родителей, да, потому что любовь, она в каком-то смысле искажает наше сознание. Мы видим все хорошее и не видим ничего плохого. Это всегда любовь так делает, да. И не важно, что мы полюбили, да, там, супруга, там, супругу наших детей, наше отечество, я не знаю, кого там, животных, растения. Как только мы кого-то любим, мы видим все хорошее и почти не видим ничего плохого. В этом, конечно, есть большая мудрость Бога, потому что, как только мы видим все хорошее в окружающем мире, то это хорошее развивается. Мы как бы на этой волне взаимодействуем с этими существами, и они в этом аспекте развиваются, они становятся хорошими. Но если мы влюбляемся сами в себя, то мы сразу видим свои достоинства и не видим свои недостатки. То есть происходит то же самое. Я такой хороший, я такой прекрасный, вот. А где же мои недостатки? Да их и нету. Но здесь, конечно, гордый человек всегда сталкивается с реальностью, и он видит, что, конечно же, в общем-то, другие люди тоже не глупее меня и не хуже меня. И вот здесь возникает такой дискомфорт. Если человек предался страсти гордости, влюбился в самого себя, то он начинает принижать других, вариант номер один, вариант номер два, и игнорировать их, избегать их. Гордые люди, они, так сказать, или высокомерные, или трусливые, а часто и то, и другое. Вот гордость, она приводит и к тому, и к другому. Так вот, здесь мы опять имеем дело с неправильным, искаженным, использованием естественных свойств любить. Вот эта влюбленность самого себя, она делает нас парализованным, не способны любить других. Более того, мы не только не способны любить других, мы еще и, к сожалению, вот, их уничижаем, их начинаем подавлять, отвергать, и тем самым действуем разрушительно на окружающий нас мир, на окружающих людей. Итак, мы указали естественное основание страстей, бегло, поверхностно, чтобы четко понимать, что в борьбе со сгреховными страстями мы должны исправлять вот эту искаженность, но ни в коем случае не уничтожать те естественные свойства, которые лежат в основании. Это тонкая грань. И здесь порой, конечно, самому рассудить бывает очень-очень сложно. Далее, еще одна важная тема, которую мы хотя бы кратко, но должны обозначить, это развитие страсти в личном плане в человеке. То есть, каким образом, в какой последовательности развиваются эти искажения, о которых мы вели уже сегодня речь. Здесь, опять-таки, существует уже хорошо известная, наработанная святоотеческая схема, которая многим из вас, наверное, знакома. Единственная деталь заключается в том, что она иногда излагается в разной степени подробности. Я уж вам на занятиях нашей встречи предложу самую подробную схему, которую мне удалось откопать. Ну, все они, конечно, между собой очень похожи. Заражение страстью происходит, конечно же, на уровне человеческого сознания. Первый шаг – это появление прилога, переражение, как иногда говорят святые отцы. То есть, это мысленный объект. Как правило, он возникает спонтанно. То есть, человек размышлял о чем-то одном, а вдруг ему представилось нечто другое. этот мысленный объект пытается увлечь наше сознание, привлечь внимание нашего сознания. Появление этого мысленного объекта не является еще грехом, и если человек достаточно опытен и умеет различать причину прилога, то на этом этапе может его отвергнуть. Второй. Если же ему не удалось это сделать, то он переходит на второй этап сочетания с прилогом. В этом случае человек уже увлекается возникшим мысленным образом и начинает как бы ему сопереживать. Говоря мысленно, может быть, а что это интересно, об этом надо подумать. То есть, его внимание, если оно раньше было сфокусировано на каких-то может повседневных делах, на каких-то рабочих заданиях, теперь переключается на этот мысленный объект, он становится главным центром внимания и вызывает некое сочувствие. Это и есть сочетание. Дальше соизволение или сосложение. На этом этапе, если человек не остановился на предшествующих, происходит подключение воли. Человек уже не просто привлекает этот мысленный объект, но он хочет уже его осуществить, попробовать на практике. Таким образом, все три силы души оказываются охваченными. Вот здесь я употребил выражение «три силы души». Надеюсь, что вы помните это из каких-то других источников, учение трех сил души – разумной, раздражительной и вожделевательной. Разум, воля и чувство. то есть прелог охватывает постепенно каждую силу. Сначала разумную силу, появившись в сознании, дальше раздражительную силу, вызвав сочувствие, и вожделевательную, когда у человека появляется желание его осуществить. Кажется, ну, все, раз душа и все три силы души охвачены прелогом греховным, то он наверняка будет осуществлен. Но святые отцы говорят, что обычно дальше возникает четвертый этап борьба. Что это за борьба и кто с кем борется? Это противостояние нравственных принципов, точнее, голоса совести человека и уже развитого прелога, который охватил сознание и душу человека. Если мы осознаем, что то, что мне захотелось, противоречит совести, то находимся в дискомфортном состоянии. Никто из людей не может просто так переступить совесть, не подавив ее. Почему? Потому что если голос совести не будет заглушен, то человек не получит греховного удовольствия, ради которого все и затевается. На четвертом этапе происходит такое нравственное самоуничтожение, микроскопическое, но, к сожалению, с большими последствиями. Мы начинаем подавлять голос совести через обычно используются два приема. Или же самооправдание, человек говорит, ну все так делают, но я только первый раз, я первый и последний раз, больше это никогда не повторится. Или как там еще может быть. Или же пренебрежением. Человек как бы окаменевает, он делается жестким и как бы говорит, я ничего не чувствую. Такое самовнушение. Я ничего не чувствую. И тем самым заглушает голос совести и переступает через него. Это, конечно, шаг к окамененному нечувствию. Если же, повторяю, голос совести не победил на этом этапе, то тогда, конечно же, все барьеры сняты, и человек уже находится в состоянии пленения. пленение греховным помыслом и единственным препятствием для его осуществления может оказаться только нечто внешнее. К примеру, человек хочет выпить, у него нет денег, или там не наступило еще время, конец рабочего дня, и что ли такое. Внутренне он уже согрешил. Когда образуется, возникает и подходящие внешние обстоятельства, то, конечно, происходит совершение греха, это шестой этап. однако на этом деградация человека не заканчивается. Если человек регулярно совершает тот или иной грех, то у него появляется навык, тоже важная аскетическая категория, это еще не страсть, а именно навык, то есть удовлетворение греховного желания при возникших удобных обстоятельствах. Если таких обстоятельств нет, то человек может потерпеть до следующего случая, но он всегда к этому готов. Если же на этом этапе он также не останавливается и применяет средств для преодоления греха, то возникает страсть. Страсть в полном смысле слова. Замечательное определение страсти дает преподобный Иоанн Лесечек, он говорит, греховная страсть это порок, который вкоренился в душе и через навык сделался как бы природным его свойством. То есть страсть это греховный навык, который стал как бы греховным естественным его свойством. То есть действительно для человека на определенном этапе курение становится в общем-то не менее важным элементом человеческой жизни, чем употребление пищи, сон и так далее. И без этого он уже себя плохо чувствует. Для алкоголика алкоголь на определенном этапе становится как бы естественным свойством, без удовлетворения которого он чувствует себя весьма отвратно. Но мало того, что греховная страсть становится как бы естественным началом в человеке, она еще и вытесняет естественные потребности человека, начинает доминировать над ними. Что это значит? В реальной жизни человек тогда ищет, идя в магазин, сначала он покупает алкоголь, а потом уже, если у него остались деньги, он покупает продукты питания или что, если что-то останется. В этом плане греховная страсть похожа на раковую опухоль, которая постепенно питаясь за счет естества человека, занимает все большее и большее жизненное пространство в организме человека. Также и страсть, она питается за счет естественных свойств человека, и захватывает и время, и силы, и все жизненные ресурсы человека, чтобы удовлетворять себя. Если и на этом этапе человек не смог остановиться, то его ожидает неизбежный финал, это уже физическая смерть. В этой схеме человек, можно сказать, находится в состоянии духовной смерти на пятом этапе, то есть он разрывает, существенно повреждает свои отношения с Богом, ну а состояние физической смерти, очевидно, на девятом этапе. И последнее, о чем я сегодня хотел сказать, это некие общие, обозначить общие принципы аскетики, которые необходимо учитывать при изучении любой страсти. Первый очень важный момент, то что в каком бы греховном состоянии человек находился, если Бог ему дал земную жизнь и еще ее не отобрал, значит у него есть шанс спастись. Алкоголик, преступник, убийца, кто бы перед нами не стоял, вот если он еще пока живой физически, значит у него есть шанс спастись. Это раз, а во-вторых, церковь утверждает, что человек в каком бы греховном состоянии не находился, все равно по милости, по благодати Божией может преодолеть свои внутренние искушения, по крайней мере в той степени, чтобы наследовать Царствие Божие. Человек, вступая в борьбу со страстью, с грехом, он, конечно же, должен вооружиться силою Божией. Принцип синергии – это принцип соработничества. Он означает, что каждый поступок, духовный поступок человека бывает плодотворен, если он соединен с Богом. А для этого воля Божия и воля человеческая должны быть сонаправлены. Если здесь происходит некое согласование, человек, опираясь только на свой человеческий ресурс, духовно измениться не в состоянии. Представьте, математическое выражение А умножить на Б равняется С. Если один из множителей, допустим, А равен нулю, то, конечно же, какое бы значение имела переменная Б, в результате будет все равно ноль. Поэтому или человек должен предкладывать усилия необходимые, и тогда Бог приумножит их, или же может оказаться, что человек направляет их к ложным целям, или вообще их не предпринимает, и тогда в результате тоже оказывается ноль или отрицательное значение. Христос об этом так и сказал прямо в Евангелии, без меня не можете творить ничего же, ничесо же. Кроме того, для совершения аскетических подвигов есть еще три условия вера, покаяния и молитва. Об этом вам будут говорить на особых занятиях наши лекторы, я на нем останавливаться не буду, лишь скажу, что вера позволяет нам сохранять связь с Богом, личную связь с Богом, покаяние очищает эту связь и делает ее животворной, молитва устанавливает личный диалог между нами и Богом для того, чтобы мы познавали волю Божию. Ну и следующий очень важный момент – это решимость отказа от греховного наслаждения. Это важная деталь, которую не всегда проговаривает даже при изучении аскетического богословия Православной Церкви. Дело в том, что всякий грех, он имеет как бы двойственную структуру, в каком-то смысле вот подобен комете, здесь она изображена на слайде. То есть у кометы есть ядро и есть длинный хвост. Вот каждый грех тоже имеет такую структуру. Есть ядро и это сам греховный поступок, который приносит наслаждение. И шлейф страданий, который за ним неизменно тянется. И люди очень часто осознают, что страдания это плохо, что они вызваны грехом, и они приходят на исповедь и каются в своих грехах, пробужденные этим шлейфом страдания. Но когда всматриваешь свою душу и беседуешь с ними, становится понятно, что от греховного наслаждения они отказаться еще не готовы. Чтобы избавиться от хвоста кометы, необходимо отказаться от греховного наслаждения. Поверить, что Бог даст гораздо больше, чем давал мне грех. Вот именно здесь кроется очень важный разворотный пункт для того, чтобы грех не повторялся у нас из раза в раз. Мы боимся страданий, мы каемся в страданиях, мы можем слезы по этому поводу проливать, но в глубине души не готовы отказаться от наслаждения, и это большая духовная проблема. И еще одна важная деталь отсечение или истощение страстей. Да, все страсти так или иначе в аскетической практике должны получать меньше и меньше подпитки. Если нет возможности отсечь их моментально, то хотя бы уменьшать их питание. Это раз. А во-вторых, вытеснять их добродетелями, противоположными добродетелями, о которых вам расскажут на ближайших встречах наши выступающие лекторы. На этом я, друзья, останавливаюсь. Благодарю вас за внимание. У нас сделаем небольшой буквально пятиминутный перерыв и будет возможность задать вопрос. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ